Русский фильм 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 Но это не принесет им денег, а без денег они не смогут выжить. Сейчас нет смысла разрабатывать или изучать что-то, если из этого чего-то невозможно извлечь прибыль в дальнейшем и так далее. Но вот создатели ограничились лишь банальной мыслью. Мол, сейчас образование обесценено, и оно уже не особо кому-то и нужно. А как это произошло, почему, причины, следственные, все это им по большому счету вообще похуй. Поэтому сразу же задумываешься, а действительно ли хотели авторы поднять проблему? Или хотели просто показать очевидное, что на поверхности. Далее нас переносят в школу, атмосферу которой, стоит отметить, создатели весьма даже неплохо передали. Можно даже сказать хорошо. Да, все это выглядит отчасти наиграно, но с задачей погружения зрителя в атмосферу школы создатели таки справились. После этого мы попадаем в учительскую, где выясняется, что на самом-то деле и сами учителя недалеко ушли от детей и их родителей. Мысли учителей практически дублируют мысли учеников, только, так скажем, на другом полюсе. Я вот лично считаю, что сегодняшний образовательный стандарт очень правильная штука. Ведь наше дело донести знания в класс, в надежной и наглядной форме донести до уродов. А вот хотят они слушать или нет, это их личное. А вот, кстати, репетиторство никто не отменял. Как мы можем понять, авторы противопоставляют всему этому беспределу, что творится вокруг, главную героиню. Которая вроде как должна пойти против всего этого. Только против чего этого? Не ясно, ведь авторы очень сильно скупятся на раскрытие проблемы. Поэтому выглядит все это довольно странно. Ну, мол, да думай сам, ты тупой что ли? Преподавательница собирается отправиться на урок, но ее перехватывают и просят зайти к директору. Где нам снова противопоставляют героиню-учительницу новым укладам общества. Агнесса Андреевна, вы поймите меня правильно, это уже не дети. Это расслабленные организмы, не способные к обучению. Мы им не нужны. Их ничто не интересует, кроме электрических игрушек. Школа умирает. Вы-то другие были. И вот тут авторы в своих потоках правды и критики современного поколения перешли из разряда, знаете, этаких философов в разряд бабок на лавке. Мол, ооо, вот это ваше поколение. Это я о чем? Задача школы и преподавателей в частности, это не только тупо донести до учеников материал из учебника. Но еще они должны заинтересовать учеников, чтобы они сами тянулись к знаниям. Но к этому мы еще вернемся, сейчас будет более интересный момент. Забегая вперед, дочь Аллы Николаевны вышла замуж за иностранца и уехала. Вы бы лучше дочь твою нормально воспитали. Где она сейчас? В Америке, в Германии, в Рязани, главное с кем? Вся школа об этом гудит. Позорище. А теперь вопрос, в чем позорище? Позорище! Нет, серьезно. При этом, это не просто какие-то там сплетни за спиной. Но и сама Алла Николаевна считает, что это повод думать, что она плохо воспитала свою дочь. Из меня получился плохой учитель. Агнес. Алла Николаевна. Наверное, плохая мать. Причем, говорит, позорище в контексте этой ситуации довольно молодая современная женщина, а не какая-то старая бабулька, что выглядит, ну, просто как маразм, какой-то. Но всему этому виной то, что авторы вроде как пытаются говорить о серьезных вещах, но сказать остро они не способны или боятся, или не хотят. Ладно, к этому мы тоже вернемся буквально через несколько сцен. А вот в финале данной сцены в глаза бросается еще и не самая лучшая актерская игра. Особенно это заметно на фоне Ирины Купченко, которая исполняет роль той самой училки. Далее нас, наконец, переносят в класс. Одиннадцатый класс, который и будет в центре всех событий. В классе мы, конечно же, видим мажора, неформала и другие узнаваемые образы. Я бы даже сказал клише образы. Но это не всегда плохо. Если, например, через эти образы будут обыграны отношения разных социальных групп к разным ситуациям. Если эти образы, словно же, например, будут раскрывать разные пороки общества. Например, тщеславие, первая красавица школы. Детский максимализм, на примере девочки-неформалки. Корысть, на примере мажора. Но нет, здесь ничего подобного не будет. Ни уникальных характеров, ничего. Это все будет однородная масса. Ничем не отличающиеся друг от друга персонажи. Хотя на раскрытие у создателей будет аж час и сорок минут. Так как фильм длится два часа с лишним. Да и к тому же все события фильма будут замкнуты в пределах одного класса. В кабинет входит учитель, которая будет проводить урок. И вроде как она должна быть лучиком света во всем этом мире ужаса и невежества. Такой образ создатели пытаются из нее вылепить. Но он тут же, в самом начале, ломается, будто соломинка о колено. Благодаря вот этой сцене. Вы растете абсолютно неблагодарными личностями. Она сразу подходит к введению урока с позиции «Я самая умная, а вы тупые». Не напрямую, но оскорбляя и принижая учеников. И это только первый пример. Дальше будет больше. А вот сейчас мы остановимся на, так скажем, беззубости создателей. И разберем то, что я сказал немножко выше. Нам в фильме показывают конфликт на национальной почве. Который, возможно, в связи с событиями на Украине, тем более фильм 2015 года, актуален. Но он не такой острый, как, например, вопрос вражды русских и кавказцев или других гостей из солнечных стран. Сейчас из-за хохлов люди каждый день гибнут. Петров! Еще непонятно, кто из-за кого погибает. Так вали в свою Европу. Да. Сюда, ты что приперлась? Вопрос национализма в школах стоит сейчас, конечно, наверное, не так остро, как, например, в середине нулевых. Но он все равно есть. И его нужно было демонстрировать в фильме. А не то, что мы увидели. Вы же хотели показать правду. Такая же ситуация и с дочкой учительницы. Сейчас мы прыгнем чуть-чуть вперед. Вы нам еще о патриотизме речь толкните, а? У самой дочи в Германии. За фашистом замужем. Во-первых, вот такие вот рассуждения от довольно молодых ребят, это же полный абсурд. Так могут рассуждать только какие-то мужики, которым лет по 45 они не особо одарены умом. Но никак не молодежь. А вот в ситуации, когда дочь учительницы вышла бы замуж не за немца, а, например, за турка, чеченца или дагестанца, и за это учительницу осуждали бы коллеги, и, так скажем, травили или насмехались ученики, было бы гораздо более реалистичной. Но это очень скользкая дорожка, по которой авторы, которые показывают нам правду, пойти побоялись. Поэтому мы видим абсолютно тупейшую историю, когда над героиней издеваются, и она сама переживает, из-за того, что ее дочь вышла замуж за немца. Это абсурд. Может быть, конечно, и найдется два дурачка, которые будут этим заниматься, но о массовом мнении подобного толка речи быть не может. Видимо, авторы где-то слышали подобное, но не смогли найти отличия между юмором и насмешками. Ну да ладно, это вообще какая-то ненужная деталь в фильме. Ее внесли сюда просто, ну, чтобы было. Вернемся к великолепнейшей методике обучения. 20 августа 1991 года должно было состояться подписание соглашения о создании Союза Советских Суверенных Республик. Блин, опять вранье. Цель ведь была не достигнута. Давно уже всем известно, что вся эта бодяга лишь ускорила распад страны. А кто не просек, опять ваше поколение. Ты всегда так авторитетно высказываешься, жил, блин, просто землю даешься. Ну, знания у тебя, понимаешь, однобокие. Читался в интернете всякой чекущей. А в интернете понадежнее ваших учебников будет, Алла Николаевна. Что же мы видим? Во-первых, преподаватель снова начинает свою речь с унижения детей. А далее наблюдаем, как ученик идет на диалог, причем по теме урока. И, казалось бы, его нужно поддержать, дальше разговорить, возможно, поспорить с ним в культурной форме, обсудить, подтвердить или опровергнуть его доводы. Такой вот диалог моментально бы захватил внимание всего класса. И урок бы прошел познавательно и интересно, но нет. Учительница снова тупо унижает детей в ответ. Самым страшным последствием перестройки, по моему личному мнению, стало ваше поколение. Вы абсолютно бездуховность и цинизм. Вы же приедете на всех. Вы думаете только о себе. Тут создатели попытались уйти в эдакий конфликт поколений, но они абсолютно не в состоянии и, видимо, даже не понимают, как это показать и как это сделать. Поэтому все снова ограничилось подходом «Ваше поколение тупое, а я умное». А теперь взгляните на вот это. Да хватит паясничать, Гусько. А я не паясничаю. Я объясняю. В то время, как вы все мокнете под пролинным дождем, жара греется на солнышке. Почему это важно? Я сконцентрировал внимание на этом. Поймете в конце. А теперь давайте чуть-чуть подумаем, что же мы видим к этому моменту. Авторы выстроили все так, что учительница предстает не положительным героем, а отрицательным. Хотя авторы думают, что наоборот все. Она не способна заинтересовать, не способна вести нормальный диалог без перехода на личности. У нее нет сострадания. Увидите в следующей сцене. Она по факту продемонстрировала свою профнепригодность. Именно с таким выводом мы входим в ключевые события фильма, которые начинаются прямо сейчас. Ведь у одного из учеников оказался с собой пистолет. Принес он его, потому что ему угрожают. Учительница попыталась выхватить пистолет у ученика, ранила его в руку. Отдай эту штуку и завтра с отцом в класс. Да нет у него отца, убили его. Заткнись, сказал! Не знала. Извини, Шаловский. Давай на этом закончим. Отца убили, тебя убьют. А после этого она делает что? Правильно. Берет всех, весь класс в заложники. И теперь она будет делать что? Правильно. Называть детей тупыми, только при этом еще и наставлять на них оружие. Вы все никчемные, маленькие, невежественные, уроды, которые даже не пытаются стать людьми. Наоборот, вы делаете все, чтобы ими не стать. Вы должны понять, что в мире нет ничего важнее человеческих отношений. А, понятно. Человеческие отношения, это когда ты называешь детей тупыми, говоришь человеку, который пережил потрясение, ну сдох твой батя и сдох, и ты тоже скоро сдохнешь. Угрожаешь детям оружием. Это и есть те самые человеческие отношения. Ясно, теперь я понял. Я просто думал, что это немножко иное все. Ну да ладно. Короче, Алла Николаевна говорит, что она выпустит всех отсюда, только если каждый ученик ответит ей по предмету. Расскажет мне кто-нибудь, а в чем разница между таким методом и заучиванием каких-то тестов перед ЕГЭ, которые авторы пытаются критиковать. Авторы вообще понимают разницу между заучиванием чего-либо и приобретением знаний. Это ведь разные вещи. Почему, думаю, объяснять не стоит, правда? Ученикам это, конечно же, не нравится. Но при этом им как бы по большому счету похрену вообще. Никто не плачет из девочек, например. Но ведь это обыденность, когда тебе учитель угрожает боевым оружием. Или как вообще выглядит типичный учебный день в этой школе. Ребят, ну все, ну ничего удивительного-то не произошло. Давайте продолжаем работать, продолжаем урок. Да прекратите вы мать вашу. Вам что, мочить понравилось? За выражение мать вашу, тебя на зоне давно бы уже убили. Потому что ты посягнул на святой, на самой дорогой, на будущей, имей это ввиду. если тебе хочется как-то ярче выразить свою эмоцию, то надо говорить мать тебя. Ооо, че там на зоне, ёпта? Давайте все ботать по фене, жрать бананы, обязательно надламывая их, а не кусая. Или еще куча тупорылых идей от не менее тупорылых людей. То, чему нужно учить детей. Долбоебским, дебильным, блатным понятием, блатной романтики. Вот это я понимаю. Вот это чисто по-русски. Чисто русский преподаватель. И это как бы главная героиня, хороший персонаж. Ну а тем временем, пока ёпта бля, учительница раскидывает блянах, как нужно базарить, за дверью стоят и подслушивают детишки с младших классов. Они заподозрели неладное и сообщили об этом директрисе. Ух ты, Андрей, там блудняк какой-то. Ооо, ну зашибись. Сразу видно, что вот это непотерянное это учительница вот этим детишкам вложила в головы то, что нужно. Ну а тем временем учитель, учитель года, блин. Видимо того года, когда все ебанулись наглухо. Продолжает унижать детей. Моя задача наполнить вас знанием, воспитание личности, способных творить историю. Вы несформированные личности с вашей нравственной отсталостью. Ну как бы дети, пусть и одиннадцатиклассники, это еще не до конца сформированные личности. Они только формируются через разные увлечения, в том числе ты, учитель года, блин. Но тут внезапно пистолет выхватывает один из учеников, который на самом деле должен находиться не в классе, а на курсах по актерскому мастерству. Ты сейчас возьмешь свой сраный журнал и поставишь нам все в пятерке. За четверть. И за год. Но крутым он был недолго, ведь далее пистолет попадает в руки Зубрили, как ее называют в этом фильме. И мы видим, что правильно. И зайдя в день, я служу в этом классе с дебилами и подонками. Нет, ну, называть всех тупорылыми и пихать им в рожу боевой пистолет, вот сразу видно, чья ученица. Почему школьники, которые здесь как бы не образованные и тупые, выглядят гораздо более рассудительными, умными и как минимум благородными, а те, кто должен быть хорошими персонажами, выглядят как отвратительнейшие люди. Тем временем, школьник настроил, ну, почти настроил камеру в классе. Директриса, директориса увидела, что у кого-то в классе пистолет, подумала, что это террорист и вызвала полицию. Прибежали учителя, но они как бы понимают, что в классе террорист, но это же не повод выводить детей из школы, правда. Но вот тут приезжает спецназ и только тогда учителя понимают, что, блин, если в школе террорист, наверное, стоит все-таки вывести детей. И вот тут серьезный фильм превращается в какой-то яролаж, в самом убогом его воплощении. Между прочим, я первый увидел пистолет. Это кто такой? Это Берюков, наш компьютерный гений. Хакер. Тебя как зовут? Хакер? Дмитрий Ильич. А фамилия? Берюков. Ты что здесь делаешь? Берюков. Проходит какое-то время и дети отвечают у доски. Причем отвечают правильно. То есть получается, что дети и так все более-менее знали предмет. Ну, невозможно чисто физически за час выучить всю программу. А спрашивает она их по всему курсу. Но создатели не дают нам об этом подумать. Ведь сюжетный поворот буквально дает зрителю поддых. Дает зрителю поддых своей глупостью и комичностью. Значит, пистолет попадает в руки другому пареньку, который, кстати, встречается со своей одноклассницей, которую он любит и который, вроде как, его тоже любят. Но тут в их любовных отношениях случается самая настоящая драма. Господи, ты человек истерика! Угомонись! Да, он ляпнул какую-то херню. Пойми его, он находится в стрессовой ситуации. Только что минуту назад ему пистолетом угрожала учительница. А вот если ты будешь так сильно орать, сосуде какой-нибудь может не выдержать и ты быстренько сыграешь в ящик. И вообще, в чем конфликт? Ну, человек сказал какую-то херню и что дальше-то? Но об этом нам тоже не дают подумать. Ведь далее нас встречает самая настоящая карикатура на журналистов. Мы ведем наш репортаж с места чрезвычайного происшествия. В данный момент вот в этой самой школе бойцы спецслужб проводят операцию по обезвреживанию опасных террористов, захвативших целый класс. Люди, которые здесь собрались, ждут, когда же наконец будут озвучены требования террористов. И все они очень переживают, потому что там под дулами автоматов плачут их дети. Ну, вот, знаете, все вот эти вот типичные репортажи с телевизора. Особенно, когда речь идет о теракте и захвате заложников. Ведь, например, журналисты в Беслане вот примерно так же себя и вели. Нет, я понимаю, что хотят показать создатели, но снова же мимо. Они хотят показать, как, типа, журналисты ищут сенсацию там, где ее нет. Но ведь тут действительно долбанутая на голову учительница взяла в заложники весь класс. Это как бы немножко неуместно. Тем временем, в классе после проникновенной речи главной героини ребятки делают вот что. Грациозная стройность и негода. И учительница, которая клеймила парня, который делал так тупорылым, благодаря тупорылому гуську, сейчас делает то же самое. Что еще? Учительница рассказывала на протяжении всего фильма, что нет в классе личностей. И все вот в этом духе. И вот находится парень, который не хочет плясать под дудку по сути террориста. Тогда отвечай. Я не хочу. И не буду. Но по какой-то странной логике авторов, он все равно будак почему-то. Да и к тому же, именно в этот момент в класс врывается спецназ. А учительнице становится плохо и ее увозят на скорой. А великолепнейший спецназ, начальник у которого, к слову, бывший учитель Аллы Николаевны, вместо того, чтобы вывести детей, показать им какую-то помощь, наставляет автоматы на тех самых детей. Потом они находят пистолет и говорят, что все, оформляем все вот это как ложный вызов. Никому ничего не будет за это. На выход. Свободный, я сказал. Ну а фильм заканчивается на пикнике, где весь класс весело резвится вместе с учительницей. Что же можно сказать в итоге? Конечно, основная мысль, которую хотели создатели донести до зрителя, правильная. Но знаете, здесь хочется сказать словами великого философа. Вот режиссер, сценарист и так далее. Если у тебя есть мысль... Ты можешь нормально излагать-то, блядь, и излагаешь как кусок говна, блядь. Давайте еще раз вкратце. Ведь по сути, я уже все сказал по ходу обзора. Учительница не способна заинтересовать учеников, поэтому постоянно называет их тупыми. Потом хватается за оружие и насильно заставляет детей учиться. Чем она отличается от террориста? Ничем. Только у нее требование это знание, а у террориста деньги. Кто-то может сказать, ну она же делает это из добрых побуждений. Я так понимаю, все что угодно можно оправдать добрыми побуждениями, правда? Я уже молчу, как эти события в принципе должны сказаться на учениках и какие моральные травмы они впоследствии получили бы. В общем, что же я могу сказать в итоге? Идея фильма мне понравилась, но реализация ее исковеркала и превратила в нечто невообразимое, что не поможет открыть глаза на проблему, а скорее только усугубит ситуацию.